как авторская техники что у нас здесь был на старт шпаклевка стартовая коммунская эко-кристалл добавили песочка кварцевого это полтора килограмма на ведерко не значит что еще краситель ну и самое главное какой прием мы использовали галиад мастеровщик одного потом можем здесь еще потом еще раз халва и кубикам добавляем еще шоколада движением руки толщина кварца рупинок пищи в этом тоже отношении почему добавляем решили добавить то есть можем что сделать отторцевать это как классически как итальянцы нам показывали а потом загладить когда она подсохнет мы пойдем дальше вот такая щеточка для по металлу мы будем протягивать потом она когда немножко под прихватиться уже перестанет браться к рукам мы его заглаживаем и тоже используем там один прием я уже показывал раньше берем валик с водой намочили и получим уже практически с первого раза то есть нам не нужно например первое слово жить как нам предлагают второй то есть мы с первого раза уже получаем фитишное покрытие ну плюс еще там была лазурька здесь показать когда мы нанесли материал вот таким образом там знаю как назвать его там слоеным пирожком и может быть получится вот такие вам покажи такие контрасты вот тут контраст наверху это получился видишь такой вот тоже контраст ну может быть если такая задумка можно его оставить но в нашем случае нам нужно быть более мягкие переходы поэтому что мы можем делать можем мажем материал и поверху добавить тут тоже например можно на этом даже на этой же стадии можно тоже его загладить базе ну вот тут было где-то квадратов 18 вот мы сделали полное ведро да где-то где-то наверное есть было килограмм 18 если добавить да еще кварца плюс этот еще модельной массы и мы сделали это три килограмма ну сразу заколировали цвет назовем его горчичный первые потом мы добавили коричневого тот же горчичный отложили сначала 6 килограмм добавили цвет еще коричневый и отложили еще от этих 6 килограмм еще отложили 3 килограмма добавили еще больше коричневого такого шоколадки получилась у нас в среднем 16 здесь килограмм получается основного цвета и 3 килограмма молочного шоколада и 3 килограмма черного шоколада правильно с такого расчета мы посмотрели что темного шоколада и черного шоколада можно было меньше можно было сделать это достаточно было двух килограмм да потому что я отобрал может даже полтора полтора килограмма мы даже отбирали уже от шоколадного отбирали сделали средний то есть молочный шоколад нам стало маловато где-то килограмма полтора я добавил ну вот тогда считайте там с этих 6 что мы отложили полтора килограмма полтора килограмма остается на темный шоколад и что там четыре с половиной да получается называете малыш шоколад а ты уже включил? ну что здесь самое наверное секретное наше так сказать оружие что мы делаем ну это идея сама я так понимаю римская штукатурка потом ее называли армянская штукатурка причем что заглаживаем мы ее по мокрому то есть вот она перестала браться к рукам взяли потрогали все то есть можно применять грунтовку мы когда-то применяли грунтовку сейчас что-то поленовалось ее разводить поэтому решили взять просто водичку водичка что она дает мне? верхушки получается подмокают и и получается такое так называемое ну называть ее резистковое молочко то есть мы его намочили верхушка получается подмокла и заглаживаем никаких там титанических усилий мы не там я не совершаю что мы еще достигаем мы достигаем такого как здесь равномерное такое ну вроде как патинирование что ли вот это молочко которое получается когда верхушки подмока вот мы их заглаживаем оно получается еще смягчает нам рисунок можно назвать обобщаем такой фокус да там когда ее берешь вот она получается гладенькая ну вот на тактильность очень классно материал получается на основе мраморной муки ну пудрой можно назвать да это кристалл поэтому я не знаю там косик покажет вам оно кости захватит получится этот фокус видимо троги полирнули его нет только с этой стороны он не будет видно вот вопрос это есть вина получается вот мы его ребром смотрим вот как по венецианке гульнули значит что у нас сегодня мы покрываем наш винтинчик латиной вчера мы подготовили стенку сегодня мы ее загрунтовали вот вот ух ты значит сейчас убрать значит еще раз по патине 3 3 литра 2 зеленого дальше литр у нас пошел концентрированной грунтовки можно лак лепого можно лак мебель или лак ну лак куда стримы я имею ввиду что у вас там будет с рукой значит что мы сделали мы сделали ну добавили туда еще красочки водомасенки где-то наверное ну литр может пол литра сейчас я вам покажу что у нас получилось вот скрыли сатинкой вот такая у нас получилась красота по родному уходную группу мы тоже решили добавить ну лучи вот этот который у нас был здесь поля такого цвета капучино вот он у нас получается вот такой цвет капучинка у нас был на стенах основной и взяли воск иркумовский для Венеции и смешали где-то один двум я рассказал да по воску мы взяли воск иркумовский смешали с лучи беломутровой краской ну типа отачента один к трём ну да наверное один трём четырём потому что не один зум значит что я сделал это косик прошёлся нанёс этот ворск с переломутриком а я прохожу металлической щёткой по той причине что ну чтобы задать ещё больше динамики вот мы видим да здесь такие полоски по горизонтали и получается здесь он тоже бывает попадает перламутр да и он такая вроде как залысина получается вот так чтобы она не считалась как залысина мы его проходим ещё и вообще это была кровентинчик оно получилось у нас хорошее ну может я покажу вот я пробовал показать можешь ещё раз тут у нас пол может быть да чтобы они тоже понимали почему мы решили ещё добавить воск с перламутром вот вы видели его в чистом виде да вот так он работает воск с перламутром может вот так ещё показать скользящий свет до вот и там по announced тут даже но она делает это кто грусть Далее блог для Кантонов. Далее блог. Пока.